Rainbow English, рабочая тетрадь, 6 класс, юнит 1, задание 28. Нам нужно глаголы поставить в правильную форму, то есть поработать со всеми известными вам временами в английском языке. Каждый год новые церкви и соборы появляются в центре города. Здесь у нас идёт факт о том, что они появляются, поэтому используем present, simple, глагол, так и остаётся. Все должны защищать свою страну. Ну, их страну красивее сказать, свою страну. После must запомните довольно лёгкое правило. Должен стоять глагол в первой форме. To ставить не нужно. Must defend, и всё. То есть просто переписываем глагол. Моя сестра до сих пор дословно берёт уроки танцев, ходит на танцы. Она хочет стать прекрасным танцором. Слово still – это такой маячок present progressive, или present continuous, то же самое время, по-другому называется. То есть она до сих пор занимается танцами. Тут не прям в данный момент, но имеется в виду данный период времени. Возможно, в этом месяце или в этом году до сих пор занимается. Делаем present progressive. Здесь идёт is, still, как такой разделитель получается, а потом take с инговым хвостом. Каждое лето мой брат навещает нашу бабушку, которая живёт в Санкт-Петербурге. Всё говорится о... В данном случае факт, а в первом случае регулярность действия. То есть каждое лето. Такое вот маячок, сигнальное словосочетание, которое указывает на present simple. Что делается? Глагол переписывается и проверяем подлежащее. Если единственное число, а мы видим, что единственное, то к глаголу ещё с добавить нужно обязательно. Так, теперь дальше к бабушке, тоже единственного числа. Live перекинули, и с обязательно не забыли добавить. Борис принял участие в весеннем параде в прошлую пятницу. Здесь сигнальное слово last. Last Friday в прошлую пятницу. Как только вы видите подобные фразы, это означает, что действие произошло, как историческое событие, и мы ставим past simple. Для past simple проверяем глагол. Если он правильный, окончание – id, но у нас неправильный. Вторая колоночка неправильных глаголов нам поможет. То есть мы поставили чук, вторую форму. Они отстраивали свой коттедж в 2003 году, когда их сын был в Новгороде. Тут, кстати, два варианта перевода. То есть я могла бы перевести «Они отстраивали свой коттедж, когда сын был в Новгороде». Или же «Они отстроили свой коттедж, когда сын был в Новгороде». Ну, вот не знаю, что они именно авторы имели в виду. Но давайте остановимся, что «Они отстраивали свой коттедж». То есть это действие длилось определенное время. Делаем в past progressive. Здесь согласуется «swe» и к глаголу добавляем «инговый хвост». Никто ничего не слышал. Все было тихо. Получается, во втором предложении «прошедшее время». Ну и получается, в первом тоже нужно past simple ставить. Here – глагол неправильный. Ставим его во вторую. Это будет «höd». Восьмое. Теперь они защищают страну от их врагов. Now – такое очень яркое, условное, сигнальное слово. По нему сразу видно, что перед нами present progressive или continuous. Только не в данный момент речь идет о данном периоде времени, но все равно present progressive. They согласуются с «a». К «defend» мы добавляем «инговый хвост». «I». То есть я купила эти книги извиняюсь, я принес эти книги домой на прошлой неделе. У нас сигнальное слово «last week» на прошлой неделе. Опять же, как было «last Friday». Перед нами past simple. Brain во второй форме будет «brot». Кто основал город Владимир? У нас found – это правильный глагол. Ну а у нас past simple перед нами. Нужно поставить окончание «ed». Who founded?